Дорога это дорогое. Ремонт магистрали всегда требует серьезных финансовых вложений, поэтому планы по модернизации дорожного полотна составляются заранее, включаются в бюджет. К сожалению, не все дороги попадают в число претендентов на ремонт. Так случилось и с отрезком улицы Барковской, который ведет на дачу ПТО. Толятинцы знают, что ездить много лет по ней было практически невозможно. Но, к счастью, выход на один. Какой, это узнала наша съемочная группа. Такой эта дорога была на протяжении многих лет. В ямах и колдобинах, покрытая вулканической пылью. И проехать по ней автомобилисту всегда было тревожным приключением. А ездят здесь часто, ведь эта трасса на ближайшие к городу дачи ПТО. Они расположились за улицей Северной, которую, кстати, недавно отменно отремонтировали. А вот с улицы Барковской в этих местах нужно было что-то делать. Ездить по ней стало очень сложно. В 2017 году были обращения, в том числе от жителей Тольятти, потому что жители Тольятти пользуются дорогой на даче. А сама дорога стоит на балансе Ставропольского района. И в этой ситуации сумма достаточно большая для Ставропольского района. Вопросом этим я занимаюсь. Подключились другие депутаты. Да, с Катерой Ивановной Кузьмичевой мы совместно вопрос начинаем решать. Инициативная группа дачников вышла с предложением к депутатам. И они откликнулись на просьбу. Тонкость вопроса в том, что дорога юридически и территориально принадлежит Ставропольскому району. А ездят по ней преимущественно тольятницы. Потому-то вопрос приоритета у районной администрации всегда был не в пользу этой дороги. Но если нет бюджета на дорогу, это не повод опускать руки. Всегда можно найти выход. Этой дороге необходимо хорошее такое внимание. Для того, чтобы вот этот сезон закончить, приняли такое решение. Это вот временная схема. Даже временное решение использовать асфальт и гранулят, чтобы выровнять и отчасти облагородить дорогу, было воспринято активистами-садоводами на ура. Исходя из приоритетов Ставропольского района, полноценного ремонта в этой части улицы Барковской можно было бы ждать еще очень долго. Но теперь, благодаря вмешательству депутатов, отцепная дорога будет. Обратились в качестве, чтобы оказали содействие, помощь, для того, чтобы наши дачники могли ездить. Результат не заставил себя ждать. Дорогу начали частично, ямочно подцепать. И я думаю, наши дачники все эти пеши будут рады продолжать ездить по ней. Хотел бы выразить от наших садоводов и от жителей Ставропольского района, проезжающих по данной дороге, благодарность нашим депутатам. В частности, Екатерина Ивановна Кузьмичева, которая оказала, считаю, большое содействие в организации ремонта дорог. Также хотели бы благодарность выразить Волкову Денису Александровичу за включение в работу, содействие в оказании в ремонте. Итак, полноценный ремонт дороги за счет бюджетного финансирования – это как раз та тема, которой намерены вплотную заниматься действующие депутаты. И на следующий год мы с Минфранцем проведем совещание и выделим средства на данную дорогу. Это также, вот у нас мы сейчас решили вопрос по улице строителей Ставропольском районе, который в Тимофеевке проходит. Дорогу планируют обновить в ближайшие недели. И по мнению подрядчика, даже при массированном использовании дорожного полотна его должно хватить до того момента, пока здесь не появится полноценный асфальт. Василий Логинов, Евгений Черемин. Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова